Время говорить Кирилл Ботанов Кирилл Ботанов Какие у них имеются в наличии инструменты для того, чтобы воплощать в жизнь задуманное Задуманное это я имею ввиду как сделать жизнь вокруг себя комфортней, благоустроенней и так далее Скорее вот так я скажу Ну а по проценту наверное где-то как по стране Но главный вопрос в том, почему сейчас этим должны заниматься жители города Ведь должны же быть какие-то специальные организации для этого Вы знаете, слово должны здесь наверное не совсем корректно Потому что есть заинтересованность Кому интересно жить хорошо Ну наверное нам с вами Мне интересно, чтобы у меня во дворе был порядок, было чисто Были какие-то газоны Чтобы там машины на газонах этих не парковались, были заборчики Мне интересно, чтобы у меня там камеры стояли наблюдения для безопасности Там меня, моей семьи и так далее В этой связи есть предложение начать взять на себя ответственность за часть каких-то вещей И начать обустраивать жизнь вокруг себя собственными силами Но при этом мы говорим о том, что власть, государственная власть и органы местного самоуправления Вот здесь я наверное употреблю слово должны Оказывать поддержку таким инициативным гражданам Поддержка эта может заключаться во многом В представлении каких-то методик Может быть денежная поддержка из бюджета Может быть поддержка материальная, скажем, но не денежная Какими-то материалами, еще чем-то В любом случае, как сказать, ну и дорогу осилит идущий Важно сделать этот первый шаг Важно показать и власти, что граждане готовы И соответственно и власть должна сделать навстречу шаг Показать, что они готовы слушать граждан И помогать всячески им в их деятельности, в их инициативе Ну как-то так Хорошо, если мы поняли, что в нашей стране институты гражданского общества Они не сильно развиты То ваш центр, он как раз таки и помогает в этом вопросе Расскажите вот про центр, какие задачи у него Куда жители могут обратиться Ну, изначально, знаете, центр, как сказать Была некая эволюция, осознанная эволюция деятельности этого центра Изначально, да, он формировался как инструмент помощи гражданам в решении каких-то проблем Ну, это стандартная практика Когда кто-то обращается, а кто-то более там сведущий в некоторых вопросах Начинает эти вопросы решать Через какое-то время произошло некоторое изменение понимания И возникло понимание, что граждане сами в состоянии решать вопросы Другой момент, насколько они способны Насколько у них есть инструментарий Насколько у власти есть желание, да Эти в решении вопросов помогать, да И сейчас деятельность центра, она, наверное, в большей степени направлена На обучение, да, на создание условий со стороны органов государственной власти То есть мы проводим какие-то консультации совместные, да С тем, чтобы вот та гражданская инициатива, которая появляется у людей Чтобы она находила свое воплощение в конкретном результате Вот таким образом Хорошо, а есть какая-то структура, последовательность Что должны сделать жители определенного дома, да Чтобы сделать какую-то себе клумбу, камеры, поставить дорожку удобную? Ну, для начала самое важное – это начать общаться с соседями Это вот… Большая проблема, мне кажется Это самое важное – начать общаться и осознать свои потребности Одно дело, когда мы все заперты в своем личном пространстве, да В пространстве своей квартиры, в пространстве своего автомобиля И вот мы осознали потребность Вот, возможно, на кухне мы ее озвучили, там, члену нашей семьи или другу, да Но это очень незначительная часть, да, людей Не критическая масса, которая там не приведет ни к чему То есть нужно начать общаться с соседями Если у вас появилась инициатива, да То, наверное, ее имеет смысл обсудить с соседями Нужно создать канал коммуникации с соседями Вот у нас, например, в доме существует WhatsApp-чат На весь дом На весь дом, да И его вообще существование, оно… Ну, например, он был создан с целью решить один какой-то вопрос Но по факту находится уйма вопросов От того, что кто свет в салоне машины не выключил, да, пишут Там кто-то привозит какую-то продукцию с подсобных хозяйств Реализует среди жителей дома, да А решаются вопросы, там, о строительстве детской площадки Решаются вопросы об обустройстве, там, спортивной площадки Просто главное было начать общаться Вот наличие этого канала, да, оно предполагает уже некую деятельность Следующим моментом, ну, все-таки тема, ради которой я пришел сюда Это территориальное общественное самоуправление Вот следующим шагом будет уже объединение нескольких домов, да Уже в какую-то большую, более большую там структуру Почему? Потому что общая социальная инфраструктура может быть не у одного дома, да То есть не у одного человека, это, например, какой-то, ну, не знаю, каток, да Хоккейная коробка, или там большая детская площадка Или сквер, или парк, да Это часть социальной инфраструктуры некого микрорайона, да Вот там какого-то массива И вот жители, да, могут, объединившись, взять на себя ответственность за эту территорию И начать приводить ее в порядок Начать, не только приводить в порядок, например, начать проводить там какие-то мероприятия Это могут быть какие-то культурные мероприятия, спортивные мероприятия В общем, каждый из активных граждан может найти себя вот в этой коммуникации с такими же гражданами, как он То есть мы уже говорим не только об общении и коммуникации между жителями одного дома, а общаясь с соседями по району Да, именно вот микрорайон, например, да, где есть что-то, нечто объединяющее людей В Гершельде это может быть какой-нибудь сквер, да, там вокруг защиты которого объединились люди Это может быть пляж, да Это, опять же говорю, может быть хоккейная коробка, то есть, ну, собственно, все что угодно Парк, да Есть поселение, где люди, объединившись, сделали себе парк победы Даже притащили какой-то ржавый танк, очистили его и поставили Ну, да, действительно, есть такой опыт Главное начать эту деятельность И самое интересное, что закон с 2003 года еще дает определение такой форме самоорганизации граждан по территориальному принципу Это вот как раз территориальное общественное самоуправление Это статья 27-я 131-го закона Которая определяет, как граждане организовываются в эти территориальные общественные самоуправления И что они там могут делать Ну, наверное, имеет смысл рассказать, да, что они могут делать Да, вообще можно сократить, например, территориальное общественное самоуправление до краткого ТОС Я думаю, очень у многих людей это на слуху, да, такая аббревиатура И да, стоит, я думаю, рассказать о том, кто может войти в этот совет Как организовать ТОС Это не совет, да То есть ТОС, по сути, объединение граждан с органом управления То есть, как в любой коммерческой организации выбирается орган управления Это может быть, например, председатель и совет ТОС, да, к примеру Туда входит этот орган выборный, да, его избирают либо на конференции Либо путем прямого волеизъявления граждан Ну, если говорить о большом количестве людей То трудно провести собрание, например, на тысячу человек Соответственно, закон предусматривает такую форму, как конференция На которую, например, многоквартирные дома выдвигают делегатов И далее делегаты уже голосуют за того, кто будет представлять интересы жителей в органе управления ТОС Определяют на конференции, уже определяют, принимают границы, принимают устав И дальше направляют в органы местного самоуправления для согласования Эти документы Любой активный гражданин, по сути, может стать у руля ТОС Ну, то есть, главное желание, главное умение объединить вокруг себя людей А правда ли, что даже маленькие жители, ну, так, подростки, то есть, от 16 до 18, да, могут принять участие? Да, ТОС – это форма, которая, она не касается собственности Она касается не… То есть, даже жители с 16 лет, проживающие на территории, могут голосовать за создание ТОС Действительно, в этом есть отличие, это даже несовершеннолетние граждане могут принимать в этом участие Они же могут, наверное, и свое какое-то отдельное создать сообщество То есть, хочется понять, это должно быть одно, например, сообщество? Один ТОС на один район? Или их может быть два? ТОС на территории один Один? Поддержку и вот находили выход все гражданские инициативы, включая молодежные То есть, кто-то, это я сейчас говорю о городе Биробиджане, где я был на межрегиональной конференции по ТОСам как раз Нас возили на экскурсию Так вот, внутри одного ТОСа есть молодежный спорт Кто-то занимается молодежным спортом Есть те, кто занимается благоустройством Есть те, кто занимается патриотическим воспитанием Есть те, кто проводят культурные массовые мероприятия Есть те, кто занимается тем, что организовывают ярмарки для того, чтобы люди свой урожай как-то продавали То есть, у них даже лоточки какие-то есть Прям возле домов Есть те, кто создали библиотечный музей Те, кто следят за библиотекой То есть, я сейчас вот столько гражданских инициатив перечисляю И все это создано в рамках одного территориального общественного самоуправления То есть, по сути, есть некая структура, готовая вобрать в себя всю гражданскую активность И вот, я считаю, ТОС является как раз замечательным инструментом для этого Не разрозненно, а есть конкретное юридическое лицо Он может быть организован в форме юридического лица Есть юридическое лицо, есть органы управления Все, пожалуйста, то есть, дальше граждане объединяются Каждый по той активности, которая ему ближе, дороже и так далее Я думаю, что стоит уточнить, что в ТОС могут попасть также и люди, которые просто живут в квартире Которые не являются собственниками жилья Да, это очень важный вопрос Почему? Потому что, когда зачастую активные граждане сталкиваются с тем, что невозможно найти собственника То есть, собственник сдает квартиру Дальше арендаторы, которые, собственно, не имеют отношения, не имеют право голоса Для того, чтобы решать, например, вопросы в ТСЖ Арендаторы там точно никакого права голоса не имеют А ТОС – это как раз организация именно по месту жительства Вот так определяет закон И это так То есть, соответственно, те, кто проживает на территории старше 16 лет, могут принимать решение Кирилл, я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу и затем вернуться к нашему разговору Мы уйдем на короткую рекламу, а после продолжим Оставайтесь с нами А мы продолжаем говорить о том, как жители Владивостока могут помочь своему городу встать лучше Кирилл, расскажите, пожалуйста, про опыт других городов Вот вы были в Биробиджане, были в Хабаровске Видели, как там устроены ТОСы вообще И как Владивосток на всем там фоне смотрится Ну, сразу скажу, что Владивосток смотрится очень отстало на этом фоне И здесь речь не идет о одном городе или двух в стране Эта ситуация развивалась очень давно, в 2003 году Ее развивали во многих городах То есть это и Воронеж, это Архангельск, это Самара, это Барнаул, где создано 75 ТОСов Это Нижний Новгород, где председатели ТОСов являются муниципальными служащими и получают заработную плату за свою деятельность Очень много в стране накоплено уже опыта Где-то существуют краевые законы поддержки ТОСов, например, в Архангельской области Где-то существуют принятые на уровне субъекта, на уровне органа исполнительной власти концепции развития ТОСов Как в Хабаровском крае, то есть в 2015 году принята концепция развития ТОСов до 2020 года Заложено финансирование для развития общественного самоуправления И можно сказать, что привести примеров можно много Если говорить о недавних примерах, вы сказали город Биробиджан Да, действительно, это очень хороший пример организации ТОСов Взаимодействия ТОСов с органами местного самоуправления, с органами государственной власти Это отличный пример культивации вообще всех гражданских инициатив Внутри одного территориального общественного самоуправления Вот здесь главным было объединить людей, создать этот канал коммуникации И просто предоставить им инструмент того, чтобы они свои инициативы реализовывали И вот во что это вылилось, в огромное количество инициатив Скажите, а люди вообще за это деньги получают или это волонтерские начала? Это вся деятельность добровольная Единственное, что я сказал, есть опыт, например, в Нижнем Новгороде, где председателям ТОСов оплачивают эту работу Например, в той же Еврейской автономной области по результатам года могут выплачивать активистам ТОСов премии И, например, я видел, как зампредседателя правительства области вручал награды благодарности представителям ТОСов То есть активным гражданам, по сути В Хабаровском крае очень примечательный системный опыт становления ТОСов В 2015 году они были в той же самой отправной точке, что и мы здесь Мне кажется, может быть, даже еще дальше Однако с принятием концепции у них сейчас уже порядка 180 действующих ТОСов имеется При этом это не просто формальные какие-то организации То есть это действительно рабочие ТОСы О чем я могу об этом говорить, исходя из количества проектов, гражданских инициатив, которые они подают За это время было подано 272 проекта, это много 272 проекта от 180 ТОСов по благоустройству, по организации настройки своей жизни Общая сумма финансирования там уже составила 40 миллионов При этом 26 это деньги Хабаровского края, именно бюджетные деньги И 13 миллионов это софинансирование, будь то жителей или спонсоров, которых жители сами находят для реализации инициатив То есть мы говорим о каких-то частных предпринимателях, которые могут быть заинтересованы в той или иной проблеме Да, конечно, зачастую предприниматель, который ведет бизнес на определенной территории, заинтересован в лояльности жителей, которые там проживают Может быть, он сам проживает на этой территории и хочет чем-то помочь этой территории Я видел очень много примеров помощи предпринимателей, гражданским активистам В том же Биробиджане, опять же, коробку хоккейную, по сути, построили там 70%, наверное, это деньги предпринимательские были Вообще ТОСы имеют, можно выделить, наверное, где-то 4 источника Финансирование деятельности и финансирование вот этих гражданских инициатив Это самообложение, так называемое, когда жители скидываются на то, что они хотят получить Это деньги бюджетные, когда бюджетные деньги могут выделяться в рамках каких-то грантов Например, организовывается конкурс, да, и люди представляют свои проекты Либо закон еще предусматривает договорную форму, когда администрация муниципального образования заключает договор на выполнение каких-то работ Но это в любом случае все в рамках каких-либо существующих бюджетных программ Например, молодежный спорт или культура и так далее Да, то есть еще попасть в эти программы Да, есть спонсорские деньги, когда предпринимательское сообщество, находящееся на территории, может финансировать те или иные инициативы Есть отдельная строчка и грантовые деньги Для того, чтобы участвовать в грантах федеральных, например, необходимо, чтобы ТОС был зарегистрирован как некоммерческая организация И существовал более года Однако, это очень большие деньги Я могу сказать, только президентские гранты в этом году сумма финансирования по президентским грантам составит 7 миллиардов Это колоссальные деньги Это, ну, серьезно, очень большие деньги И ТОСы, да, как некоммерческие организации могут принимать участие в финансировании своих проектов То есть все-таки стоит потратить силы и время, да, на то, чтобы получить такую сумму? Конечно, прийти, передать документы в Минюст и потом их получить, да, для того, чтобы иметь еще один возможный способ финансирования своих инициатив Конечно, стоит Вот в Хабаровском крае 180 ТОСов у них не зарегистрированы как НКО, но я когда им сказал, говорю, а почему вы так не стали? Они говорят, ну вот мы уже осознали, что есть такой источник, как гранты И сейчас мы будем активно лоббировать этот вопрос среди председателей, чтобы они становились НКО Да, все-таки стоит еще раз сделать, мне кажется, акцент на активность наших горожан Потому что, да, по сравнению с Хабаровском, в котором 180 ТОСов во Владивостоке, их всего 7 И мы, конечно, явно отстаем Активность горожан, я думаю, есть Вот, и я думаю, что и в Европе, и у нас одинаковое количество активных граждан Весь вопрос, насколько у них есть, хватает инструментов и понимания того, чего делать То есть, если государство и местное самоуправление поддерживают развитие гражданских инициатив Тогда эти активисты, они расцветут там в бурном цвете, да, и будут тратить больше времени Будут больше людей вовлечены в эту деятельность Как только у них появляется инструмент Вот, нужно обязательно помогать гражданским активистам Ну, чтобы активисты понимали вообще, куда им обратиться Я думаю, стоит сказать, да, что центр им может помочь И как им вообще начать деятельность Смотрите, вот пока что, да, пока сейчас будет сформирован совет При администрации города по развитию ТОСов И эта функция, это совета разработать вот всю эту процедуру, да Как они будут работать и взаимодействовать с администрацией города Нужно подождать, пока он сейчас начнет работу И вот все эти процедуры будут уже установлены До этого момента можно пока собраться там в общем чате Пообсуждать какие-то моменты То есть мы уже готовы предоставлять все формы документов Которые необходимы для регистрации ТОСов Но нужно просто сейчас вот создать Вот эту благодатную почву Для того, чтобы гражданин, приходя Сразу получал результат в виде зарегистрированного ТОСа Да, как бы и мог сразу приступать к работе Вот, можно записать мой телефон Да, я думаю, наши зрители увидят, да, вы его озвучите Да, 8-914-79-15-009 Можно вступать в чат, да, в WhatsApp Да, просто можно мне написать Да, я добавлю в этот чат тех, кто хочет заниматься ТОСами В городе Владивостоке И, соответственно, там уже в кругу единомышленников обсуждать вот эту тему А вы сейчас не вспомните, сколько у вас человек сейчас в чате? Ну, там порядка 20 Пока 20? Да Кирилл, напоследок бы хотел спросить Наверное, каким бы вы хотели видеть наш город? Ох, знаете, ну, это много чего хотелось бы видеть в нашем городе Но прежде всего, действительно, это простые вещи должны произойти То есть он должен быть благоустроен, он должен быть чист, он должен быть безопасен Вообще, конечно, относительно чистоты хотелось бы, чтобы улицы были чистые, да То есть чтобы машины не пачкались, обувь не пачкалась, да И я бы, наверное, хотел его видеть с активными и доброжелательными гражданами Ценящими не только личное, но и общественное пространство Я думаю, что вы сегодня замотивировали все-таки наших жителей быть более активными Я думаю, что наш город будет становиться чище, красивее и приятнее с каждым годом Я напомню, что в гостях у нас был руководитель общественной организации Центра правовой защиты и улучшения качества жизни Кирилл Ботанов Спасибо вам большое за разговор, было очень интересно Спасибо Я напоминаю, это была программа «Время говорить» В студии работала Ольга Продан Увидимся на восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова